все зависть пошла так ну по отчетам сегодня у нас четверг и отчиталась америка и читалась канада и продали десятилетний облигации италии продали по 414 вот значит по америке ввп хуже предыдущего и хуже ожидания на один на одну десятую процента 2 и 4 вот заявок по безработице стало больше ну несущественно на 10000 но это не 25 нет не пятьдесят тысяч вот повторно заявки на пособие по безработице чуть чуть больше буквально там на 3 с половиной тысячи чем ожидали вот и на шесть тысяч больше предыдущего на самом деле безработица остается как бы они его не скроют вот и знакомые товарищи которые живут в америке а вот в чикаго там есть очень большая безработица вот ценовой индекс ввп 1 и 2 как и хотели ну и не завершены продажи на рынке недвижимости которая 18 00 были хуже ожидания и явно хуже предыдущего показателя полтора процента 0 и 3 процента то есть на 1,2 процента меньше завтра что нас ждет япония будет отчитываться ночью вот по промышленному производству индексу потребительских цен вот значит франция 1045 потребительские расходы в франции но это не столь важный и в 11 00 будет опережающий индикатор ков значит предыдущий был один то есть один и две сотых вот ожидают 1 и 8 сотых то есть как бы ну возле единицы но но считается если выше единицы то позитивная как бы ситуация если меньше единицы то как бы негативная вот не то чтобы там меньше единицы но если гораздо меньше ситуация то есть он сильно изменился относительно предыдущего показателя вот из принципе ожидают как бы лучше но какой выйдет посмотрим то есть принципе вот история с ноября 1 и 5 хуже предыдущего и хуже прогноза но как бы выше единицы вот 128 105 103 099 было в марте вот то есть как бы в апреле был 1.02 вот то есть принципе вот такая ситуация дальше платежный баланс испании вот и из важных ввп канады вот в принципе будет это в 1630 потом 1630 личные расходы по америке и базовый индекс расходов на личное потребление вот то есть в принципе если канада читается более-менее нормально по динамике ничего волатильного завтра не будет на открытии америки вот и все то есть принципе завтра на самом деле будет спокойная пятница вот и какие-то спекулятивные сделки можно будет открыть и закрыть под конецессии вот то есть ничего сверх естественно завтра считываться не будет поэтому торговля будет в рамках приличия без каких-либо особо опасных движений вот поэтому вот так вот так и так с понедельника по пятницу так у меня стоит алерт и просто сейчас уберу вот просто мы покупали с нп сегодня у меня вот на пробитие алерт должен стоять здесь вот итак относительно базы вчерашней торговой сессии американской с нп торгуется выше вот появился некий покупатель который вот со среды активничает ядро недели у нас находится 1644 1650 да это среда плюс часть четверга вот платформа на покупку и это образовался уровень вторника плюс сегодня это 1654 по 1659 вот сейчас если его пробьют то как бы понятно это уже не является сопротивлением потому что вот этот уровень да уже принципе защитили раз и вот здесь вот европа сегодня от него реагировала америка сейчас как раз на нем торгуется если уйдет выше то понятно это уже как сопротивление не будет нести никакого характера поддержали вот вчерашний уровень америки сегодня ну и потихоньку потихоньку вышли вверх вот сейчас вот идет борьба за 1660 вот уже третий раз подходит к этой цене здесь просто такой интересный уровень ну и следующее сопротивление у нас на уровне шесть шестьсот шестьдесят шесть по 1671 здесь у нас сопротивление вот тут это по снп контракт смотреть не будем ничего не поменялось мы на тех же уровнях в принципе торгуемся внутри недели вот по интересным ситуациям значит по крупным объемом которые сегодня размещали давайте посмотрим пока еще идут торги значит всем 30 разместили 700 контрактов пятьдесят четыре пятьдесят два пятьдесят четыре половины сто шестьсот четыре контракта и вот по пятьсот контрактов в принципе сегодня на и снп как видите ничего аномального особо не произошло бывает и по по четыре тысячи там по три по две вот такие бывают моменты ничего не произошло давайте я сейчас быстро отмечу такие важные моменты где были крупные контракты вот в принципе ставим 100 и так сейчас отфильтрую вот так они вот у нас есть давайте их поставлю на график график итак самый крупный объем разместили на 16.54.5 то есть 10.08 по времени это было примерно у нас здесь вот у нас тут было вот пятьдесят с половиной разместили прямо в 7.47 где-то тут где-то тут а 51.5 8.41 это уже были 8.41 это уже были вот тут на покупку объемы пятьдесят три тоже там размещали в 10.19 вот здесь вот размещали вот пятьдесят семь двадцать пять триста контрактов разместили в 9.01 вот 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 тут вот такие вот были объемы это первая пятерка в принципе там они повторяются плюс-минус 25 копеек вот собственно исходя из этого арсенала набирались покупки постепенно и как видите их не пробили нужно сейчас я найду и так пятьдесят восемь сейчас одну секунду 250 контрактов по 59 разместили вот они в 11.02 вот вот там было 150 и 100 контрактов в 11.02 и 11 секунд по 59 разместили вот этой вот минуте и вот сейчас это все дело тестируют это единственное сопротивление которое осталось там действительно прошел крупный объем вот по сделкам больше конечно проходили на покупку которые действительно создавали спрос это по S&P по S&P еще профиль как видите у нас P-образный вот это говорит о том что были покупки затем аукцион если закрывается выше аукциона что в принципе пока что происходит именно так то это говорит о присутствии байера и он сейчас контролирует маркет то есть в принципе завтра может эта система как бы то есть тенденция продлиться ядро текущего дня давайте выделим видите пока что нет сил пробить 59 54.25 по 57.25 вот этот диапазон у нас является массивом на покупку пока что вот поэтому дисбаланса здесь не было да то есть здесь работает байер и он пытается потихоньку вытолкнуть котировку повыше вот 53.55 вот 53.55 поддержка ну да возможно собирает вот поэтому при пробитии 59 у шартистов начнут бай стопы срабатывать это только ускорит динамику поэтому вот такая ситуация RTS смотрим текущую неделю там ситуация не особо поменялась относительно контракта вот так у нас есть явная поддержка да вот вот и сегодня вот набрали достаточно такой массивники объемчик там 134.500 135.500 вот набрали у нас массивчик и он пока распределяется в покупку но у нас есть беда те кто покупал сегодня держит это вот этот объем 135.720 пока что он являлся таким нисходящим то есть вот и у нас еще есть вот эти уровни 136.750 это сопротивление здесь объемы которые падали на рынке на падающем рынке могут создать сопротивление уже это было вот поэтому завтра могут если будут защищать 35 то туда можно будет поработать какой-то шорт но я думаю что сильно особо завтра им выше 137 никуда не уйдут может 138 это вообще будет в радость значит вечером набрали покупки по открытому интересу вот здесь вот видите рост открытого интереса и оставили их ну часть понятно там закрыли оставили на вечер вот вот такая вот ситуация по ртс четкой динамики особо нет какого-то яркого всплеска по открытому интересу на покупку и на продажу ну по дну набрали позиции ставили на вечер до завтра по тиковому графику по тиковому поисковику по тиковому поисковику так здесь у нас стоит фильтр снп поэтому попроще сделаем так вот ребята что у нас произошло у нас очень много хайдентиксов прошло просто глобально много и все они прошли по 136 то есть все они были в 1359 и после клиринга практически 136 136 136 136 136 135 060 135 450 135 переписка давайте перезвоню сейчас чуть-чуть занят давай давай вот поэтому 136 135 500 она будет глобально завтра имеет значение хайдентиксы ну это как бы сделки которые ну как бы не обычные трейдеры через брокеров проводят А это могут там брокеры между собой проводить, то есть это как бы внеадресные системные сделки, то есть есть такие сделки, которые прям-прямую там через биржу проходят, какие-то форвардные сделки, форвардные сделки между брокерами, какую-то позицию они там набрали громадную, скинули другому, то есть между собой это происходит и оно может происходить абсолютно по, вообще по другим ценам, ну что-то в этом духе. Не только брокеры, могут и крупные какие-то игроки или организации производить такие сделки, у которых есть такой допуск, вот, то есть там они могут их вообще по другим ценам проводить, если присмотреться по хайдентиксам, то они иногда сделки проводят там вне диапазона текущих торгов, выше или ниже там могут, например, сегодня диапазон там 134-136, а они могут проводить сделки вообще по 133-600, вот здесь вот. покупать или продавать, вот, поэтому, или наоборот, там здесь где-то по 137-500 какие-то сделки проводить или вообще вот здесь, то есть там у них вообще происходит, ну, своя жизнь, как бы. но вот 136-ю для себя отметьте, вот, ну, как бы на индексе особо, как бы, ну, не влияет, потому что, как бы, это там, да, редко. вот, например, на товарных рынках, на товарных рынках, вот, это, ну, имеет значение, потому что, как бы, такие крупные какие-то организации, или хеджируют свои там серьезные позиции, очень много таких сделок на нефти, на золоте, вот, на различной нефти, на товарном рынке тоже, как бы, там, такие сделки очень часто проходят, вот. Ну, не почти все, но очень много проходит, и на нефть очень хорошо на них реагирует, если там по хаям или по лоу действительно заходит нормальный какой-то кэш, то, то они в основном, да, там, по два, по три танкера сразу проводят сделку, вот, там, такие сделки проходят серьезные, вот, поэтому, если там нефть мониторить или золото, посматривайте эти сделки, они, в принципе, важны. Значит, пока что у нас 136 проводили сделки, максимально крупные, которые сегодня были, вот, такие вот, их нужно учитывать, сопротивление, которое здесь нас формировали и вот здесь, сегодня мы закрылись, тут, то есть, в принципе, такая сессия разворотная, то есть, купились, продались и уже развернулись, то есть, здесь набрал силы Bayer и толкнул котировку повыше, хотя закрылись, на самом деле, 12 сессий закрылась очень плохо, вот здесь, вот, то есть, объем, который был здесь оставлен, ну, как бы, он создаёт дисбаланс, поэтому, в принципе, если сопротивление котировка не осилит, вот это вот, 136, 138, вот, то тогда пробьют вот этот диапазон, потому что закрылись, на самом деле, 12 сессий закрылась очень-очень слабо, а так как после клиринга вот здесь проводили, обычно, если, например, котировка здесь, а проводят вот эти вот форвардные сделки выше, то обычно это к нисходящей динамике, они обычно, якобы, типа, шортят выше, вот, то есть, поэтому, если не пробьют вот эту котировку индекса 136, 800, то можно будет увидеть нисходящую динамику дальше, в принципе, если наложить, например, нефть сегодняшнюю, да, она там 93,74, у неё там под вечер котировка скаканула, вот, поэтому, может быть, там какой-то рост за котировкой нефти, но, в принципе, если не осилит, ну, и нефть не будет расти, и не осилит вот эту котировку, то пойдёт нисходящая динамика по индексу РТС, ну, давайте ещё отметим зону стоимости, зона стоимости сегодня у нас была на уровне 134,500, вот, 135,900, ну, то есть, это практически чисто дневная сессия, вот, то есть, как видите, яркого представителя какой-то стороны нет, вот, закрылись практически по лоу, вот, и объёмы все там внизу, вот, вот такая ситуация сейчас с индексом РТС, это нужно учитывать, ну, вот эти объёмы, если дойдут, то сопротивление можно спекулятивно на 140-й поработать в шорт, тем более, как раз тут будет РТС перекуплен, будут скидывать точно позиции какие-то, можно будет заработать на шорт. Давайте сразу, наверное, Газпром под эту тему, вот, Газпром целый день покупали, практически, вот эти объёмы, вчерашние 11870, 11990, вот, и вот у нас сопротивление. Вот этот уровень, и вот эта поддержка, вчерашние, плюс сегодня неплохо поддержали. По открытому интересу, сейчас глянем. Абсолютно такая же ситуация, как и на РТС, вот, ну, снижение абсолютно негативно воспринимали, рост как-то покупали, вот, и после этого никто ниже не ушёл, в принципе, то есть, вот эти покупки, которые набрали, да, вот здесь, вот видите, все движения вниз, вот, вот здесь вот игнорировали, то есть, ну, снижение игнорируют, покупки больше выкупают, то есть, вот здесь был рост, немного здесь набирали позиции. Значит, ядро по Газпрому 12 тысяч, 12 тысяч 070, если будет завтра торговаться выше, да, то это будет в качестве поддержки. По сделкам TixSearch, по газику, ну, это как бы фьючерс на штак, но всё равно. Значит, по 12 900 контрактов, 593, по 12, 12, всё по 12, вот в районе 12 это всё вот проходило. 12, 3 единицы. Это было в 15.04, вот, здесь провели 400 контрактов, 12.050, ну, в принципе, по всему диапазону, вот они выделены, эти крупные сделки там, вот, то есть, вот здесь проводили крупные сделки, здесь, и вот единственная крупная на short здесь, вот, поэтому вот такая ситуация. Должны удержать, да, если будут выше торговаться завтра, то после коррекции можно будет пробовать какие-то сделки на покупку совершать по этому газику. газику. Давайте сразу Lookoil, тоже из этой индустрии. Вот так вот Lookoil сегодня повёл себя. Упал просто. Вот у нас всё это сессия сопротивления, больше так, она можно разбить на две части, вот. Вот, набрали продажи, видно по дисбалансу, сегодня вот здесь вот в Газпроме можно было, ой, Lookoil, какой Газпром. Вот, покупки, которые набрали здесь сейчас, ну, это по, нефтянка развернулась немножко, да, там, котировка нефти. Вот, в принципе, если выше этой блокады закрепится Lookoil, может быть, будет разворачиваться. Вот, пока что выделим так. Так, сопротивление, ну, вот этот вот уровень сточен. По открытому интересу, скорее всего, то же самое Дордом был. Ну, да, то же самое, как видите, особо никакой динамики не было. Единственное, набрали почему-то шорты. Вот, потом, конечно, всю эту систему закрыли. Вот, но всё равно, то есть, в принципе, вели себя очень некрасиво. Красиво. То же самое по открытому интересу. Каких-то ярких объяснений тому, что происходило, они не оставили. Вот, 19500, 19600 важные уровни. То есть, в принципе, весь этот диапазон. Да, это тоже. Вот, 19413. То есть, после этого опять пошел дисбаланс на продажу. Вот, дисбаланс вообще абсолютно не прореагировали. Какие-то скачки были, но это нельзя назвать хорошим изменением показателя открытого интереса. В принципе, если этот диапазон завтра не осилят, пойдут ниже. Но посмотрим, если нефть дальше будет расти, то, возможно, изменит свое движение котировка по уколу. Вот такие сделки были сегодня на нём. 900 контрактов по 19413. Вот она. Потом 19600 есть и 19300. Это внеадресные сделки. 19.30. Вот они у нас. 18.33. Под закрытие. Вот здесь была сделка совершенная. 279 контрактов. Одна сделка всего лишь. Вот. Больше вечером никто ничего не открывал. В основном все открывали по ходу снижения. Вот. То есть, вот эти основные сделки были открыты здесь. Если завтра лукойл не осилит всё это дело, пойдём дальше. По стопам нисходящей динамики. Сбербанк. Во флете простоял. Причём в злостном флете. Это вот. Вот это вот движение. Это собирает позицию и куда-то собирается идти. Вот. То есть, собирают и тех, и других. Значит, сопротивление не осилили пока. 10.150. 10.210. И 9.980. 10.090. Пока что вот. Выберем так. В принципе, так как закрываются вечерка особо на хаях. Вот. Возможно, осилят позавтра сопротивление. То вот эта платформа будет в качестве поддержки нам служить. Давайте глянем. Может, хоть Сбербанк с открытым интересом себя сегодня вел нормально. Позиции закрыли. На вечер интродэйщики вышли из позиции. Особенно вот это вот рост. Да. То есть, у нас вот пошёл рост. Снижение вообще за вот это время. Просто позакрывали все позиции на до пятницы. То есть, рост не воспринимали. Снижение тоже особо негативно. Вот здесь небольшие были какие-то сдвижения на рост. Но затем, как бы, ну, то есть, это обычно, если вот такой флэт идёт. Раз, два, три, четыре. Смотри, четыре изменения движения. То есть, за торговую сессию это набор объёма. Кого-то собирает очень сильно. Собирают, в принципе, всех. Вот. Интродэйщики вышли из позиции. Видно, устали. Вот. Рост особо не сопровождается открытым интересом. Поэтому, как бы, завтра ждём выхода из этой ловушки. 99.50, 10.100. Пробьют эта поддержка. Да. Это у нас сопротивление. То есть, по Сбербанку. Сбербанк в разрезе скрытой информации. Да. Прошли крупные сделки. 99.70. Практически 4200 контрактов. Причём, это не форвардные сделки. 99.70. Это прошла сделка здесь. Она прошла в 17.30. Это было примерно... Тут. Вот. Вот. Здесь купили 4200 контрактов по Сбербанку. 17.43. 1700 контрактов. Цена 10 тонн. Вот здесь вот. 10 тонн 85. Тоже 1769 контрактов. Это уже утром было. 99.39 утром. Сразу купили 1600 контрактов. И вот внеадресная. 99.80. 18.30. Вот здесь вот. Поэтому вот эта вся плоскость является такой массивной плитой. Если будут завтра удерживать, то... Вот такая ситуация. Если пробьют, то понятно, что все сценарии на покупку отменяются. Вот. Такие вот ситуации у нас за кулисами происходят. Евро на этой неделе. Шапки Николай хочет, чтобы было 30.70. Да? Вот такая ситуация редко происходит, когда всю сессию просто стоят в автомате. Поддержка текущей сессии 30.34-30.47. До сих пор не осилили. И сопротивление вот на макушке, на хая 30.54-30.61 не осилили ни те, ни другие. Понятное дело, что выход из этой локации... Ничего страшного, Николай. Будет ускоряться динамикой. То есть начнут срабатывать стопы тех и других. В зависимости от того. Могут, конечно, сделать шаг конем и как бы испортить настроение обеим командам. И байерам, и селерам. Они это могут, особенно под закрытие, быть осторожны. Могут такую якобы палку туда-обратно бросить и как бы типа закрыться. Вот. Как бы они это любят. Особенно, смотрите, после 9.00 никуда маркет не ушел. То есть как бы на рынке нет уверенности. Вот. Возможно, собирают... Нет, нет. Контракт еще не кончается. Нет, 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 нет. Еще рано. Вы что? Сегодня вот 30.00. Май. Еще вот в следующей неделе. Как минимум, чтобы выйти. Возможно, да. Есть селеры. Причем, возможно, они мелкие. Их байер собирает. Вот. То есть как бы... Но... Такое ощущение, что как будто специально это делают. То есть... Или должна выйти какая-то новость. Вот. Или что-то ждут. То есть вот такая ситуация сейчас на самом деле. Но поддержка сильнее пока, чем сопротивление. Но как бы... Учитывайте, учитывайте. То есть... На самом деле сейчас открыты обе позиции. Покупка и продажа. Какая-то из них должна принести деньги. Вот. Это вот евро. Но... Что хочется заметить. Исходя из этого флета. Америкосы очень активно начали покупать на открытии. Вот. Точно так же, как и вчера. Вчера Европа покупала. Но они вчера вот затарились, американцы. Вот такой массив нормальный. И сегодня с этого массива как ошпалины ушли. То есть понятно, что уверенность в покупке у них есть. Вот. То есть то, что они там стоят, возможно, они просто собирают большое-большое движение байеров. Каких-то мелких, которые там любят продавать. Фьючерсы. Вот. И... И... Они как бы радуются этому и собирают их. Вот. Пока что вот все является поддержкой. 29.28, 29.60. Давайте 29.30 возьмем, чтобы запоминать лучше. Вот. Это вчерашняя блокада. Да, ребят? Да. Закрылись они как раз в аукционе. Поэтому открытие было над аукционом Америки. Поэтому, надеюсь, вы особо не сильно продавали. Как бы даже если продавали, то при подходе к этому аукциону, да, здесь нужно было фиксировать. Ну, не фиксировать, хотя бы обезопасить свою позицию. Вот. И дальнейший рост с пробитием всех максимумов, как положено. 1.3 осилили. Застыли. Вот. Но не падают. То есть, в принципе, если бы там действительно сейчас войдет какой-то крупный продавец, и учитывая, что там у нас во вторник растет евро, ну, пара евро-доллар, то там мелких трейдеров, которые бы там за милую душу бы сейчас напродавали кучу контрактов, и еще и крупный продавец, сейчас бы это все дело вернулось на 1.3, а то и на 29.50. Этого не происходит, вот, и, возможно, не произойдет. Сейчас пока что, как видите, ну, дисбаланса пока что еще нет. Поэтому ждем закрытия. 13.13.13. Только что было. Вот. Загадывайте желание. Я хочу 1.33. Поэтому вот такая ситуация. То есть, как бы там достаточно хороший объем вошел. Обратите внимание, ну, такая машина уже собралась действительно крупная. Дисбаланс должен быть серьезный. Давайте посмотрим, что в этом диапазоне происходит. Были ли там действительно какие-то аномальные межгалактические сделки. Итак, были. 13.09, 29.36, 700 контрактов, 500, 364. 29.36, 29.36, вот, это сегодня, вот, в 13.09 по этой сделке, по этой цене прошла сделка в, ну, грубо говоря, в 2316 контрактов. Вот. Ну, нормально, да. Потом, буквально через секунду, еще 500 контрактов по 29.36 разместили опять же здесь. 13.09, это буквально вот. Вот, вот. Потом, 29.36, еще через 30 секунд размещают 1000 контрактов. Опять же, 29.36. И опять же, ну, вот я вам показываю, я вот эти вот считываю. Видите, 12.09, 29.36, 29.36, 29.36, 29.36. 2.300, 500 контрактов, штука и 200 контрактов, буквально вот, секунда, 10 секунд разница. Размещаются ребята. Вот так вот. Мысли Вадима, покупка по факту, пробили сопротивление 1.3, на 1.3 многие шартили. Вот такие вот сделки прошли. 30.32, 100 контрактов, там такое, в общем, прошло 100 на 30.45. Ну, в общем, там в этом диапазоне тоже немножко контрактов, но не так много, как то, что мы заметили. Поэтому вот у нас весь массив на покупку и немножко там маленькие сопротивления на продажу. То есть, вот этот объем, на самом деле, там 30.30, 30.48, вот, он является поддержкой и, не дай бог, если его пробьют, то начнется нисходящая динамика, но, как бы, видите, держит, пока держит. Фунт. Фунт обновил, обновил чуть-чуть максимум, совсем чуть-чуть, но такая же беда. Улучшил объем, извините. И здесь, и здесь. И он, как бы, 51.91, все это удерживают, пытаются удержать в качестве покупки. И торгуется очень-очень аккуратно на хае. Очень аккуратно на хае торгуется. Ну, как бы, такой тоже уникальный момент, редко происходит. Вот, вчерашний набор объема сегодня проретестили, протестировали, да, такая была достаточно, такой восходящий, сужающийся треугольник, набрали и дисбаланс, и тут можно было хорошенько купить, если бы было время на все инструменты. Вот, это поддержка, и вот массив 50.40 по 50.65, тоже поддержка. И, судя по тому, что происходит на макушке, ну, как бы, особо там продавец крупный не входит. Сейчас глянем, что там происходит с точки зрения закулисья. Ага, значит, были здесь тоже сделки. И смотрите, в 13.08, буквально, в то же самое время 2000 контрактов 51.22 разместили. Точно так же, как и на евро, 51.22 находится где-то вот здесь. Давайте мы как-то выделим. Вот она у нас. Красавица. Буквально вот несколько минут назад, 10, вот здесь вот прошла форвардная сделка. Да, видно, что там сейчас произойдет. Ну, если будет покупка, то, в принципе, это нормально. Часто такое бывает. Не часто, но бывает. Алло. Я тебе перезвоню сейчас за это. Буквально через несколько минут. Да, давай. Вот, то есть, я помню, в осенью, весной, вернее, прошлого года или позапрошлого, такая же ситуация была в начале. Ну, структура формируется, как бы, к покупкам. Но, я думаю, что будет дисбаланс. Обычно, если такие сделки происходят ниже рыночной, то, как бы, это больше, как бы, кроста покупка. Ну, часто так происходит. Вот. И к тому, что то, что стоит и фьючерс так высоко, долго, любой сейчас дисбаланс на продажу сейчас просто, ну, сиганет не из котировки. Но, как видите, все, что, вот, даже, вы смотрите, саму структуру сейчас конструкции текущей модели, она вот такая вот, видите. То есть, буквально, еще немножко провисят, и уже надо выходить из этого дисбаланса. Но здесь, как бы, объемы больше на покупку стоят. И вот такая вот ситуация. Да, по хм долго не стоят. То есть, это говорит о том, что покупатель просто, ну, методично собирает продавцов. Вот. Поэтому, как бы, если произойдет обратная ситуация, то понятно, что все, как бы, покупки отменяются, и нужно, как бы, уже ждать, пока утихомирится дисбаланс. Но, как бы, чаще, когда такая модель формируется, то выход происходит наверх. Чаще. Так. Так, это фунт. То же самое. Давайте на рубли глянем. Может, там тоже какой-то заговор. Фунт просто отработал, все как положено, и закрылся по лоям. Вот такая вот ситуация у фунта. Могут, сейчас вот этот объем может распределиться, ну, я про фунт и про евро. Абсолютно сейчас могут создать дисбаланс на ура в любую сторону. Поэтому, как бы, ну, побольше, как бы, желание, чтобы сильно не купились, потому что такие модели обычно распределяются наверх. Так. Значит, массив за неделю здесь. Вот. Поэтому это может быть поддержкой завтра, если будет нисходящая динамика. И объем здесь флэт был. Вот. Закрылись практически в нем. То есть, вот здесь закрытие было, дневной сессии, вечерняя сессия торгуется здесь. Если завтра пойдут ниже, не осилят 31.810, 31.850, то пойдут ниже. Мы еще глянем, что сегодня натворили по рублю. Ага. Рост сегодняшний особо не воспринимали. Поэтому коррекция, в принципе, будет нормально. Сегодня по рублю. Вот. Два массива у нас. 31.670, 31.710 и 31.810, 31.850. Это может послужить в качестве поддержки. Все какие-то объемы, но все-таки открыли здесь на покупку. Ну и давайте посмотрим, может быть, там действительно что-нибудь наставляли сверхъестественного. Ну вот, смотрите. 15.000, 5.000. В общем, 28.000 контрактов по 31.820. Это вот здесь вот. Потом 10 тонн оставили в 11.12, по 31.670. Нормально, да? Утром оставили, так, 10.7. А арбитражеры, наверное, нам наказывают. 31.840, 19.01. Ну вот, это первая пятерка крупных тиков. 5.31826, ну, в общем, там рядом. Вот. И все в основном вечером. И вот 31.817, 4.000, ну, в общем, 5.000 контрактов бросили. Буквально вот 20.48. Что-то там. Вот здесь бросили. Ну, собственно, пока что, видите, этот объем не создал особого дисбаланса, поэтому еще потихонечку может и быть рост. Посмотрим. Вот. Плюс рост, кстати, если брать чисто участками, здесь поддержали рост. Вот. После клиринга на снижение вышли. То есть, как бы, в принципе, как бы, возможно, будет даже рост. Вот. В общем, такая ситуация. Ну, давайте сейчас еще нефть глянем. И, в принципе, золото и все. Так, уже котировка 30.48 по евро. Что-то там долго с покупками медлит. Могут реально даже уйти ниже. Ну, посмотрим. Чисто факты, факты. Так, нефть. Вот такая схема. Торгуется на сопротивление. И торгуется уверенно выше. Поэтому, как бы, ну, если будет дальше расти, и РТС за ними порастет. Подрастет. Сегодня 92-ю жестко выкупили. До, ну, вообще, до 92.78. Это все активно покупали, поэтому это завтра будет поддержкой 100%, наверное. Ну, как бы, не 100%, но вероятность того, что это будет удерживать и не пускать ниже котировку нефти, растет. Ну, сопротивление у нас остается на 95-й. 94.68. 95.8. Это вот такая вот схема. Вот. Если завтра будет поддержка, то вот здесь вот примерно закончится вся эта борьба. вот, то, что торгуется, опять же, на хаях уверенно стоят. Есть предпосылка, что дальше будет расти. Вот. Поэтому, что вот здесь достаточно крупный объем оставили. И сегодня по ликвидности они практически идентичны по сессии. Вот. И если закроется выше, то завтра будет больше работать байер. по тактичности поведения. Значит, цель. Ой-ой-ой-ой. Сегодня очень много, очень много сегодня произошло таких сделок. Все красно, как видите. Сегодня практически весь день был вот такой вот. Значит, мы ставим объем не ниже танкера. Ну, и здесь тоже минимум не меньше 100. Итак, тысячу контрактов, ну, в общем, в сумме 2.100. 10.34. 93.73. Давайте это на барон графике сделаем. 93.73. Вот оно у нас. Дальше. В 10.34 это произошло. Вот оно у нас. Ага. 3.200 контрактов 9.22 по 92.43. 92.43. Вот оно у нас. Дальше. И пошли 700. 92.63. 93.75. В одно и то же время, видите, тоже 600, 500, 500. Ровно это цифры, просто сумасшедшие, да? Да, ну, танкерами-то да, но, ну, ну, как бы не всегда, вот видите, были даже по 38 контрактов, какие-то сделки сумасшедшие. Вот, поэтому, видите, здесь вот крупно заражали по 92, 93 с копейками, ничего, да, практически все вот это вот. Если посмотреть, 93.75, это самое, 93.32, 92, в основном 92 идет, 93. В общем, весь этот диапазон, 93 по 92, нормально купили. А, завтра еще и ОПЕК. Ну, вот такая вот ситуация. Так, теперь, золото. Здесь все вот так вот происходит у нас. Контракт надо переключить. Новый контракт открылся, и он у нас торгуется сейчас по, пробили 1400, в общем, на новом контракте. поддержка. И вот здесь сопротивление. Вот, ну, не сопротивление, а точно такая же ситуация, как и с евро, и с фунтом. Все в ожидании события. Вот, как раз, Иван подсказал, завтра ОПЕК, и скорее всего и евро, и доллар, и золото, и нефть в ожидании какого-то события. Скорее всего, это будет ОПЕК. Ну, посмотрим. Если что-то там глобально сократят, то, то да. Вот, G.C. Тоже здесь работали, все по хаям, основном, 413, 415, 250 контрактов, по 411. Да, 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 ну, в общем, весь этот диапазон хитренький, разместились. Так, на сегодня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!